друзья всем привет вы на канале project x прежде чем начать в неочередную серию про наш дневник mazda 6 поставьте вот такую штучку под видео и на канал подпишитесь вам мелочь а нам приятно собственно мы собирались погоняться с аккордами там с другими машинами у нас уже целый там автопарк выстроился кто хочет погоняться с mazda почему ну когда снимали обзор там возникли едет она не едет она и там и хондоводы уже собрались и все и когда я говорю что ребята 5 сек сейчас я быстренько и обката что все по фэншую было и со всеми обязательно загоняемся мы это с ними мы посмотрим не горят обкатка какая обкатка ты чё сейчас для новых тачок обкатка не нужна ты инструкцию там полистает туда-сюда и как бы это все бред и не надо и так вы купили новенький автомобиль но он немножечко грязный у нас но ничего страшного и купили вас переполняют эмоции эйфория и где-то уже своих мечтах вы мчитесь за горизонт на полной скорости и тут возникает один нюанс вроде как за горизонта уже умчаться можно а вот на полной скорости как бы еще нет и перед вами встает страшное такое слово нюанс как вы же как обычно делитесь на два лагеря первые те кто говорят что обкатка нужно без нее никак вторые говорят что это пережиток прошлого дедушкиных жигулей и сейчас обкатка не нужна совершенно что говорят официальные дилеры официалы на обкатке не настаивают они ее лишь только рекомендуют прошу заметить рекомендуют но не настаивают и говорят что при выезде салона можно сразу эксплуатировать тачку на полной мощности вообще складывается впечатление что официалам стало стыдно писать про такое понятие как обкатка и машины ведь новые технологичные и какая обкатка и масло менять надо в 15 тысяч и не могут они написать что стыдно наверно что по-хорошему то надо раз в 10 поменять а лучше 8 и раньше писали про это жирным шрифтом а сейчас так стыдливо ставят звездочки ну как бы 15 ну и такая звездочка что ну если там сложные условия поменяйте через там ну хотя бы 8 а помните как все хорошо начиналось в инструкции четко было написано то через десять тысяч тяжелые условия через 5000 и все было хорошо потом кто-то хитро попы додумался написать ну то это денег стоит а на наших тачках можно делать то через 15 тысяч потом немцы написали на наших через 30 и вы меня спросите да при чем здесь вообще обкатка и ты сейчас за масло за то втираешь да при том что люди не хотят заморачиваться вот какой-то обкаткой заменой масла то есть я купил новую тачку мне еще обкатывать надо а вот на этой можно то делать раз 30 тысяч обкатка не нужна получается там моторы современнее лучше масло лучше так и то на то можно 3 то пропустить там раз 30 тысяч раз 15 это сэкономить сколько бабок можно получается машина лучше а пойду-ка я куплю вот 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 и и они ее и тут самое время пришло взглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля что же нам пишет дилер а все производители как один из-за выше озвученных причин стали писать так что собственно мы как бы не настаиваем рекомендуем первую тысячу избежать резких разгонов и торможений да и пожалуй все а ну еще буксировку прицепа и полную загрузку машину исключить и как бы получается вот и вся обкатка то есть тысячу полторы нужно проехать в щадящем режиме рекомендуется хотя нет не у всех у автомобилей марки lada написано что первые три тысячи километров нужно еще контролировать затяжку колесных болтов но это классика как бы там что-то крутил крутил пошел перекурил вернулся докрутил не докрутил но это нормально а потом интересный момент но он наверное вызваны нашим менталитетом русским что первые три тысячи километров нужно избежать пробуксовки ведущих колес затянутым ручником вы вообще зачем на наших людей всего святого лишаете это ж купить приору и с ручничком так и избежать разворотов с пробуксовкой колес ну так это ж вообще сам самая сам самый жир купил пацанчик приору и с пробуксовкой развернулся ну то есть есть такие рекомендации но видимо они накладывают вот именно наш менталитет более того следует понимать что если производитель напрямую пишет в инструкции что наши тачки не надо обкатывать они у нас самый технологичные самые совершенные мы как потребитель должны это прочитать так ребята вред который будет нанесен автомобилю не оптимальным режимом работы в первые там тысячи километров будет но не настолько значителен чтобы уведомлять об этом конечного потребителя пугать его этим и все будет нормально и здесь ключевое слово опять пугать пугать уведомлять никто париться же не хочет купил тачку и наваливаешь ну вы помните об этом до холодная обкатка да есть горячая обкатка есть холодно что такое холодная обкатка вообще вот она есть и что это такое это двигатель на стенде ему подключают электродвигатель вынимают свечи форсунки отключат топливную систему и сервопривод просто прокручивает мотор чтобы убедиться что мотор собран правильно что нет никаких посторонних шумов что он крутится ну не сдает каких-то постороннейшего то есть банально выявляется брак и ни о какой обкатке речь не идет поэтому вот это вот холодная обкатка про которую говорят менеджеры но это просто чисто маркетинговый ход и вестись на него не стоит ну абсолютно если вы хотите чтобы ваша машина ездила долго и счастлива потому что свечи выкручены топлива не подается там ну температурные режимы не те и что имеет общего холодная обкатка вообще с реальным режимом работы мотора когда там горит топливо там температуры колечки все трется под температурой но и опять же да вот холодная обкатка двигателя 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 вот у нас все зацикливается на двигателе пусть холодная обкатка она то она кстати длится от одной минуты до пяти в зависимости от производителя вот что за одну минуту может обкататься и смотрите моя любимая кочерга прямо вот рука сама к ней тянется хорошо двигатель обкатали а коробка тормоза подшипники до всякие это как обкатывается да не как это не обкатывается поэтому все это маркетинговый ход не хотят сейчас писать что масло надо по-хорошему менять раз 8000 обкатку проходить в этом сами мы виноваты люди не хотят заморачиваться а сейчас плавно перейдем о том что нам надо обкатать и как обкатать ну вот например тормоза для чего обкатывать вот вы когда колодки меняете там же в инструкции четко написано и все об этом знают что первые там 100-500 километров по возможности тормоза не нагревать для чего чтобы с колодки стерся верхний слой покрытия чтобы она притерлась к диску до тормозные диски начинают работать с самого начала но при этом для максимальной эффективности колодка на них должна наработать вот свой слой до покрытия свое притереться к ним именно сама колодка здесь ни у кого вопросов не возникает колодки помягче это 100 километров пожестче 500 километров далее коробка передача почему-то никто не говорит что нужно обкатывать коробку у нее-то конструкция ничем не проще двигателя и у тех же шестеренок синхронизаторов нарабатывается рабочая поверхность и вот от того как она будет набита так скажем от полированной будет зависеть продолжительность работы агрегата неважно это автомат либо механика по сути вообще не важно что касается двигателя конечно ему тоже нужно обкаткой в первую очередь это колечки маслосъемные и компрессионные и блок цилиндров и вот как колечки набьют себе зеркало как сами притрутся насколько герметично будет зависеть компрессии расход масла вашего двигателя и в первые километры пробега если дать газ палас опять же теплоотвод еще детали не приработаны на сто процентов они будут греться и вот именно перегрев он способен повредить кольца они могут ну как-нибудь маленечко задраться конечно ничего не будет машина не встанет на дороге но возможно на будущее для следующего владельца какие-то не очень хорошие последствия ну и наконец помните что правильная обкатка пусть даже самая минимальная тысячу две километра способна здорово продлить жизнь вашему автомобилю его основных узлов и агрегатов а если они правильно обкатка ну не способна и поэтому здесь выбор только за вами делать обкатку либо нет на своем автомобиле я его обкат вот уже две тысячи четыреста километров практически я проехал и еще где-то ты щенку я на всякий случай в таких спокойных режимах я проеду я нагружаю мотор я не езжу как пенсионер но плавненько плавненько первую тысячу до трех первую тысячу километров пробега до трех тысяч я мотор крутил плавно вот после тысячи уже до четырех сейчас я ну как бы ни в чем не отказываю хватает но торможу тем не менее плавно разгоняюсь плавно не в пол предвижу вопрос что же будет если не пройти обкатку либо неправильно ее пройти ну что сломается машина или нет мы поговорили с некоторыми менеджерами с механиками официальных дилеров вот где-то с драйвы проходили и ни один из них не но не смог вспомнить момент когда бы машина вышла из строя самое максимум ну самый максимум что может произойти это повышенный расход масла кстати читая форумы там drive 2 такие случаи тоже есть когда машина там через 5-10 тысяч начинает кушать масло у кого-то нет а у кого-то начинает поэтому выводы делайте сами и ну я за обкатку это вот не какой-то дедовский способ это ну просто проехать 2000 в каком-то лайтовом режиме это несложно но будет гарантии безотказной надежной работы автомобиля кстати ребята подписывайтесь на нашу группу вконтакте мы ее недавно совсем завели там целых три подписчика уже есть вот зачем там будут у нас скоро розыгрыши какие-то проекты что-то вот будем но какие-то голосовалки будем делать поэтому подпишитесь на группу там у нас тоже будут интересные вещи происходить ну и до новых встреч лайк не забудь поставить и кнопочку подписаться давай пока да это вызов ладно мы отпустим парня ненадолго обкатка а и да и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok